Валерий Ильич, как команда готовилась к принципиальному матчу, к сибирскому дерби? Все ли вас устраивает или есть какие-то проблемы, которые вас беспокоят? Да, в принципе, проблем нет. Все живы-здоровы и провели цикл. После игры ребята получили выходной, а потом работали в определенном режиме, цикле. Все, наверное, знают, что у нас Герд Вайнис уехал за сборную, он пропустит эту игру, а остальные все готовы, все в строю. Ну и добавился к нам Сергей Звяков. Сергей Звяков, да. Поэтому пока так. Что скажете о новобранце? Каковы качества, насколько он готов, успели ли оценить его функциональную готовность? И сможет ли он принять при определенных обстоятельствах участие уже в ближайшем матче? Ну, разговаривают и разговаривал, но парень молодой, и все-таки «Зенит» играл немножко по другой схеме. Они играли четыре защитника, он играл правого защитника. Вот. Здесь, конечно, у нас с ним диалог состоялся, но, конечно, здесь в этом плане нам нужно немножко будет доработать и провести теоретические занятия, чтобы он был в курсе заданий, как при такой схеме играть, допустим, от правого линейного хава. Поэтому, я думаю, мы это сделаем, ну, конечно, за один день. Это вникнуть, наверное, нереально, но нужно к этому стремиться, наверное, и парень достаточно такой амбициозный. По его готовности он играл последнюю игру против Курска 90 минут, поэтому, я думаю, он нормально готов к игре. Валерий Ильич, наше интервью мы записываем 31 августа, буквально за несколько часов до окончания трансферной кампании. Ждете ли каких-то новостей? Могут ли составиться какие-то приобретения еще у нас? Могут, надеюсь, сам на это. Но, вот, к сожалению, сейчас вот разговаривал один игрок, в принципе, который был у нас на карандаше, вот, и нет у него желания к нам ехать. Вот, поэтому, ну, может, еще что-то получится. Игорь Владимирович занимается этим вопросом. А так, вот, сейчас в последние эти часы эти вопросы все-таки решаем. Надеюсь, что хотя бы один еще игрок будет, надеюсь. Ну, желательно, конечно, два. Игроки каких ампула? Центральные. Центральная ось. Центральная ось. Атакующий игрок под нападающими и центральный полузащитник. Валерий Ильич, учитывая, что Антепулич сегодня принимает участие в тренировочных занятиях, вопрос относительно его ухода закрыт? Ну, я думаю, как минимум до зимнего окна, да. Поэтому здесь варианты были, но он, значит, решил остаться, помочь нам. Поэтому здесь никаких вопросов не будет. Валерий Ильич, болельщики меня не поймут, если я не задам вам вопрос относительно принципиальности матча с Сибирью. Для них это матч особенный, как бы, учитывая вот эти давние соседские футбольные отношения между Томском и Новосибирском. Насколько команда это чувствует? Насколько она вот готовится к нему как-то особенно? Или это все-таки, прежде всего, ну, отношение болельщиков? Ну, наверное, в большей степени, наверное, отношение к болельщикам. Потому что, я думаю, что для Пулича, для, допустим, Микутскиса и для других там ребят. Вот. Может, для Санаи, да, который знает наша традиция. Но, я повторюсь, если бы за эти дерби давали бы 6 очков, это можно было бы принимать как такое, да, что-то. А так, я думаю, ну, конечно, на любую игру нужен настрой. И думаю, что у ребят он будет адекватный. Поэтому, хотелось бы, чтобы мы провели такую хорошую игру. Показали, да, прутный футбол. Все-таки по последней игре мне много что не понравилось. И особенно игра в первом тайме. И как оборонялись, как атаковали. Такая, не знаю, безвольность была. Поэтому, может быть, вот это вот дерби даст им больше настроя для эмоций. И, конечно, нам хотелось бы добиться положительного результата. А как вы думаете, то, что 200, около 200 томских болельщиков приедут поддержать нашу команду в Новосибирск, это дополнительный какой-то эмоциональный заряд для футболистов может придать? Я тебе могу сказать, если будет тот парень с барабаном, который был в Омске, мы 100% выиграем. Надо его главное вести. Он приедет. Нет, конечно, это приятно. Приятно, то, что любят, поддерживают команду. Я считаю, так и должно быть. Валерий Юрьевич, что скажете о ближайшем сопернике? С чисто футбольной точки зрения, наверняка, Сибирь уже изучали, просматривали матчи. Как охарактеризуете? Я, вот еще раз повторюсь, я хочу, чтобы у наших ребят, вот этот счет, который там 3-0 был, он не сбил немножко настрой. Самаре, да. Потому что, на самом деле, игра была достаточно равная. Преимущество было, допустим, по первому тайму у Самары. Но в остальном Сибирь ничем не уступала. И моменты были неплохие для того, чтобы и забить. Поэтому вот это немножко настораживает. Ну, конечно, будет теория, будет разбор. И будем об этом всем говорить. Но команда очень непростая. Есть свои лидеры во всех линиях. Поэтому будет непросто. Валерий Ильич, перед кубковым матчем в Омске мы с вами когда беседовали и говорили о том, что неплохо было бы выиграть. И чтобы нам попался «Спартак» в 1-16, попался «Краснодар». Как охарактеризуете вот этот жребий? Неудачный. Почему? Ну, потому что команда к Лиге чемпионов или к Лиге Европы не готовится. Значит, понятно, они будут заняты, внимание будут уделять кубку. Если бы мы попали бы на любую другую команду, наверное, был бы другой расклад. И, наверное, мысли бы у них были не о 1-32 кубке, а о Лиге чемпионов. А сейчас, и может быть, наверное, какие-то изменения были по составу. Сейчас, наверное, это нет, и поэтому, я думаю, «Краснодар» приедет сильнейшим составом. А нам, учитывая то, что у нас игра, мы сейчас договоримся на 20-е провести матч, а у нас игра следующая 24-го, нам нужно здесь быть к этому внимательным. Потому что, если дать 90 минут сыграть нашим основным ребятам, А может, и не 90 минут, то, наверное, будет тяжеловато потом. А у нас все-таки за основу мы берем все-таки чемпионат. Спасибо. Спасибо. Спасибо.